доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами канал энергия таро а это значит что сегодня нас с вами ждет очередной расклад перед тем как мы начнем я прошу поддержать это видео лайком это очень помогает мне в развитии канала также если вы еще не подписались то предлагаю это сделать прямо сейчас нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео ссылки на все мои социальные сети а также на мои личные контакты есть комментариях под любым видео на канале друзья также у нас есть второй закрытый канал на бусте слева сейчас появится парк от по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок контент и те расклады которых нет и не будет здесь на youtube канале потому что youtube их может просто-напросто заблокировать и я благодарю всех тех подписчиков которые с нами на закрытом канале на бусте друзья вы помогаете нам становиться лучше расширяться ради вас мы делаем новый контент и те видео которые вы обязательно должны увидеть на закрытом канале которые не допускаются до ютуба вашей на них сейчас появятся на ваших экранах спасибо вам что вы у нас есть друзья ну и с нами сегодня карты черной воды здравствуйте карты а прежде чем мы с вами начнем хочу ознакомить вас с тем что у меня есть личные расклады консультации я также делаю обряды и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками одна из таких обрядовых свечей у нас сегодня с вами стоит на раскладе горит свеча феху с руной феху феха феху это достаток и благополучие процветание и финансы если вы зажжете обычными деревянными спичками что очень важно данную свечу она является обрядовой и принесет вам в дом достаток и благополучие процветание на целый год ну а мы с вами начинаем и сегодня мы поговорим о весьма необычной я бы даже сказал загадочной истории которая произошла на границе германии польши с молодым человеком 30 лет которого звали матеуш ковецкий матеуш обычный парень родом он из маленькой польской деревни маленького польского поселения хутков живет он в ганновере германии и работает там вместе со своим отцом на стройке у матеуша есть невеста зося которая вот-вот должна родить их общую с матеушем дочку ночью 28 марта 2018 года примерно в 23.30 матеуш дико уставший после работы садится в свой старенький бмв 98 года и отправляется к невесте из ганновера в липью гуру путь однако уж не близкий 650 километров пути и к 8 9 утра матеуш должен быть у зоси в липью гуре однако утром в районе 10 30 утра матеуш созванивается со своим отцом и говорит о том что задерживается так как ему пришлось ехать обходным путем из-за аварии на дороге он пишет смс зоси что будет через четыре часа и после этого пропадает матеуша ищут полгода но страшная находка обнаруживается 12 сентября 2018 года почему-то сарае его мамы в худкове куда он вообще не собирался ехать матеуша находят повешенным и полу разложившимся с явным видом избиения на лице и у него еще были выпавшие зубы присохшие к его одежде два присохших зуба что случилось с мужчиной никто до сих пор не знает неизвестно полиция как-то очень быстро замяла это дело списав это на самоубийство сегодня давайте будем разбираться что это самоубийство убийство каков мотив человек ехал в одно место оказался в совершенно другом месте действительно она из самых загадочных и странных историй которые по крайней мере я слышала в криминалистике первое что мы узнаем это конечно же характеристика личности матеуша ковецкий узнаем что это был за человека потом уже узнаем обстоятельства его смерти его отношения социум и с родными чтобы сузить круг подозреваемых ну конечно узнаем что случилось с его машиной до которую все искали потому что машину никто не мог обнаружить хотя уезжал на автомобиле давайте узнаем все это сегодня с вами на картах черной воды первый вопрос характеристика личности матеуша ковецкий каким человеком был матеуш ковецкий покажите мне пожалуйста карты каким человеком был матеуш ковецкий каким человеком был матеуш ковецкий карты рыцаря пентаклей очень таким скрупулезным собирательным хочется сказать да человек который постоянно копил денежку да работящий трудолюбивый копит денежку складывает все в тумбочку хочется сказать да под подушку на что-то копит рыцарь пентаклей вот я сейчас приеду на на коне к своей любимой принесу ей денежку скажут вот то я заработал мол да я знаю что он на свадьбу копил здесь действительно очень экономный очень собирательный мужчина да как бы собирает денежку копит ее откладывает человек который действительно оставит цели и их достигает трудолюбивый трудоспособный но такой очень простой простецкий такой знаете рыцарь это все не король это далеко не император рыцарь это тот кто да действительно славится делами но такой вот рабочий мальчишка да который готов и коня наскоку остановить да и в горящую избу войти все сделать для своей любимой для своих родных и близких чувствуется мне по этой карте что земного либо воздушного знака цодиака спокойно уравновешенный томный интроверт в какой-то степени но не против выпить пиво с друзьями повеселиться да не против но чуть-чуть почему потому что любит побыть в своих мыслях пофилософствовать мечтает о каких-то путешествиях возможно да но только мечтает только в мыслях у него это рациональной стороной к нам повернут правой стороной это мужская сторона отличающаяся за логику за мышление какое-то за разум да не здесь говорится о том что все таки он твердо стоял ногами на земле тратил деньги столько сколько действительно нужно было тратить не покупал лишнего не мог себе позволить лишнего да хотя деньги у него имелись такое ощущение по этой карте что он копил и копил достаточно долго вот такая характеристика личности матео шоковецкий его отношения с со своим отцом почему я задаю этот вопрос сейчас объясню очень многие почему-то решили что виноват отец и что отец вполне мог причастен быть к его смерти давайте узнаем отношения матеуша со своим отцом какие они были узнаем отношения с его мамой и сестрой с отцом зосей да с его невестой и с его коллегами по работе судим так сказать круг подозреваемых отношения матеуша ковецкий со своим отцом какие отношения у матеуша были с его отцом как такое ощущение недоговоренности не договорили о чем-то да вот тут мне матеуш сам рассказывает что вот карты его мысли высказывают да часто как ссорились но мне приходилось принимать его сторону чтобы закончить все миром это неправда я мне приходилось под него подстраиваться говорит матеуш да приходилось занимать его сторону иначе был бы скандал поэтому потому что я хотел закончить все мирно я получается переходил его стороны и принимал какие-то его решения хотя мне это не всегда нравилось до шоу шоу как бы ему навстречу скажем так поклесниться да да чтобы выйти победителем из этой ситуации карта императрица еще говорит о том что очень много женской энергетики женской энергии очень много женских черт было у матеуша а то ли мама перелюбила до в детстве то ли действительно он был очень близок с мамой очень как-то возможно по знаку зодиака дева да здесь это не суть это не обязательно а здесь по карте императрица очень сильно перелюбил его мама либо когда он был в утробе либо когда он был еще ребенком да и вот здесь очень много женских каких-то мягких черт которые не устраивали его отца отца матеуша и он постоянно с ним о чем-то спорил и матеуша связи с тем что он был достаточно мягкий по своей натуре ему приходилось перенимать сторону своего отца идти ему навстречу и выходить из этой ситуации победителем он считал что он выходит из этой ситуации победителем когда идет отцу навстречу потому что отец был такой немножечко со скажем так не с голосом да с говором и тогда наступал между ними мир тогда все приходило в себя но по девятке пентаклей это карта мимикрия карта подстраивание карта неправды по девятке здесь стагнации либо деградация человека почему потому что когда мы не отстаиваем свои интересы когда мы не выражаем свои интересы мы стоим на месте топчемся на месте когда мы соглашаемся совсем тем что говорит нам наш собеседник у нас ведь есть свое мнение выж должны его выражать правильно а вот матеуш почему-то с отцом его выразить не мог хорошо папа хорошо пусть так и будет договорились, да, то есть весь разговор заканчивался именно этим. Хорошо, какие отношения были у Матеуша с его мамой и сестрой? Сестра была еще у Матеуши, да, какие отношения были у Матеуша Ковецки с его мамой? Маму зовут Анна, точно помню, сестру не помню, как зовут, к сожалению, но это не важно, мы посмотрим через Матеуша. Какие отношения были у Матеуша Ковецки с его мамой и с его сестрой? Я их помню визуально обеих. Какие отношения были с его мамой и с его сестрой? Чего-то боялся очень сильно, да, сестра была на троне, сестра была очень сильно похожа на отца, то есть сестра похожа на отца, сестра такая колкая, звонкая, жесткая, возможно, воздушного знака зодиака, возможно, просто королева мячей, которая, сложив ножку на ножку, ждет какой-то отдачи от человека, сама скажем так, не дает ее взамен, этой отдачи, да, то есть здесь достаточно такая жесткая девочка, похожая на своего отца, такая сговором, с гонором, к чему Матеуш не до конца привык, скажем так, да, в их отношениях. Да, он чувствовал себя обиженным, ущемленным после разговоров со своей сестрой, такое ощущение, что вот с детства как бы между ними отношения были не на равных, скажем так, да, сестра главенствовала, сестра сидела на троне, а он ей потакал, почему-то всем приходилось угождать, потакать. В отношении мамы он чего-то боялся, были какие-то страхи, были какие-то тревоги, сомнения, возможно, да, в связи с чем это было. Оберегал очень маму, очень сильно боялся, да, обнуление очень сильно боялся, почему-то боялся смерти мамы, да, ну как почему-то, да, мы все боимся смерти наших родных и близких, я к тому, что почему-то боялся заранее, да, тревожился за него, беспокоился за маму, может быть, мама болела чем-то, да, или может быть, мама часто болела, или просто он ее так сильно любил, потому что она его в детстве перелюбила, залюбила, то что вот он прямо за маму цеплялся, да, я ее сберегу, я ее никому не отдам, боюсь и тревожусь за нее, то что она выйдет в обнуление. Обнуление – это начало новой жизни после смерти, да, здесь вот об этом говорится именно в этой карте дурак. А здесь с королевой мечей, с сестрой, конечно, были какие-то терки, точно так же, как и с отцом. Он только с мамой был на равных, мама могла приголупить, погладить, пожалеть, и здесь с мамой были такие теплые, хорошие доверительные отношения. Так как он был похож на маму, а сестра все-таки скорее больше похожа на отца, да, своими повадками, своим отношением к этому миру, повернута к нам правой стороной, рациональной, что выражает какую-то мужскую логику, интеллект, разум. Ну, собственно говоря, конечно же, какие-то колкие моменты были в их отношениях, начиная с детства, с подросткового возраста. Хорошо. Какие отношения были с коллегами по работе у Матеуша? Какие были отношения у Матеуша Ковецкий с коллегами по работе, со своими коллегами по работе? Какие отношения были у Матеуша Ковецкий? такие отношения были у Матея Шаковецкий со своими коллегами по работе. Тут вы знаете как, здесь его не очень уважали и не очень любили. Объясню, почему здесь я так вижу. Семерка кубков и карта звезда – далекие такие, холодные отношения. Розовые очки, какие-то иллюзии. И звезда – это тоже иллюзии, собственно говоря. Но звезда еще и выражает холодность какую-то по отношению к этому человеку. Матеуш как бы один, вот он сидит в сторонке, а все звезды, они там на небе. Вот они все вместе собраны, тоже по семерке кубков. А он вот тут стоит один и на них смотрит, как на что-то необычное, как на каких-то зверюшек. То есть он очень сильно отличался от коллектива. Возможно, я не знаю, возможно, он не пил. Здесь по четверке кубков ему предлагают бокалы, он отказывается. Здесь он не был манипулируем людьми по дьяволу. То есть его куда-то зовут, он отказывается. Но он очень хорошо, как считали коллеги, целует одно место начальству. Тут вот об этом говорится. Тут Ту Спентакли и карты Иерафанта говорит о том, что он очень такой послушный был. Он подчинялся очень хорошо начальству. Его за это не очень любили, скажем так. Про таких обычно говорят, подлизывает одно место. И вы уж извините меня, не буду говорить, какое. Ютуб заблокирует. Так вот, здесь отдалялся холодность какая-то от коллег. Коллеги его не очень любили. Коллеги смотрели на него, как на какую-то диковинную зверушку. Он на них смотрел, как на каких-то непонятных людей с Марса. Ему предлагали выпить. Он не шел на эти манипуляции и вообще не шел с ними на какие-то вечеринки, на гулянки. Возможно, копил деньги по Ту Спентакли опять-таки. Но Ту Спентакли, еще целуйте мою ручку Семера. Целуйте ручку Иерафанта. То есть он так, скажем так, выслуживался перед начальством. Возможно, хотел повышения какого-то. Здесь по карте Ту Спентакли тоже может быть. Я выслуживаюсь перед начальством, чтобы меня повысили в должности, чтобы я заработал больше денег на свадьбу, допустим, машину новую купить, дом построить и так далее. То есть очень трудолюбивый, трудоспособный мальчик. Про таких сейчас говорят раб системы. Но здесь, конечно, человек молодец. Этот человек действительно хотел заработать для своей семьи. Но вот за это его, собственно говоря, и не любили. Напряженные были отношения с коллегами. Практически он с ними не общался и не ходил на какие-то тусовки. Следующий вопрос. А знал ли кто-то из коллег по работе, что Матеуш Ковецкий копит большую сумму денег на свадьбу и уже очень прилично накопил? Это я к чему? К тому, что могли ли его убить из-за денег и ограбить? Знал ли кто-то из коллег по работе, что Матеуш Ковецкий копит большую сумму денег на свадьбу и уже прилично накопил? Знал ли кто-то из коллег по работе, Матеуша Ковецкий, что он копит деньги и прилично накопил? Опять такая иллюзия. Знали, знали опять про деньги, да, здесь? Что стремится к чему-то в плане денег, а то, что деньги копятся не просто так. Имел он такую неосторожность проболтаться кому-то, кому-то из коллег, да? Семерка Кубков – это была такая неосторожность. Надеть на себя розовые очки и проболтаться тому, кому-то, кому не нужно было проболтаться, о том, что он действительно к чему-то стремится и собирает и копит деньги. Да, о том, что он долго работает, о том, что он много работает, накопил денежек, и теперь вот он счастлив, счастливый, влюбленный, поедет сейчас на карете к своей невесте, да? Но здесь вот какой-то обман. Кто-то кого-то здесь обманул по поводу денег. Какой-то обман по поводу денег, а что за обман? На гулянке какой-то, нет, это просто он дурак. Какая-то не гулянка была, а как-то вот, знаете, я говорила, он не пил ни с кем, да? А вот здесь вот как будто бы кто-то один, либо двоих было, либо трое, как будто бы вот они сели, то ли, может, чай просто пили, да, кто его знает. И вот он кому-то проболтался, рассказал, да, я на свадьбу коплю, да, вот дурак. Дурак проболтался, рассказал, а те его как бы обманули, перехитрили, возможно, что-то и сделали с ним из-за денег. Но это не факт, не факт. Кто-то действительно знал, что он копит большую сумму, правда. Кто-то действительно знал, что он влюбленный, поехал к своей невесте. Из-за денег это или нет, мы сейчас узнаем. Следующий вопрос. Отношения Матеуша Ковецкий со своей невестой Зосей. Невеста была уже, как говорят в Польше, на сносях. Должна была вот-вот родить девочку. Она родила девочку через шесть дней после пропажи самого Матеуша. Отношения Матеуша Ковецкий со своей невестой Зосей. Какими они были на самом деле. Везде можно искать виновных, да, поэтому я все как бы сейчас просматриваю. Что-то крушение какое-то было. Но здесь не обязательно крушение, здесь вот сразу начало нового, да. Крушение старого, начало нового, да. Да, да. Уже не будет так, как прежде. Башня – это не всегда плохо, друзья. Да, я победитель у своей женщины. Все верно. Но здесь какая-то луна. Тут что-то с деньгами, тут деньги какие-то ворованные, что ли. Так и хочется прям, так и с языка хочется снять у себя, у себя с языка ворованные деньги, доставшиеся мне каким-то нечестным путем. От этого у меня голова пухнет. Вот я говорю, вот карта обмана выпадала, да, когда я спрашивала коллеги, знают или нет то, что он копит большую сумму денег. Такое ощущение, как будто бы коллеги знали, что он кого-то обманул и что-то сделал. Может, на чумарию как-то не так, как нужно было. Может, у кого-то спер эти деньги, да. Деньги ему почему-то нужны были, вот что-то все крутится вокруг денег, да. Уже прежде, как раньше, у нас с тобой Зося не будет. Будет хорошо, будут деньги, будет веселье, будет роскошь, будет хорошая новая жизнь, потому что десятка – это новая жизнь. И начнем мы с тобой мирную вот эту жизнь. Я буду у тебя победителем. Мужчина-победитель я у тебя, но он ее обманывал в чем-то, да. Карта Луна. Достались мне вот эти деньги. Карта Луна как раз под десяткой Пентакли. Каким-то нечестным путем. Ох, как мне непросто было их достать. Но в итоге же я их достал, да. А вот эти коллеги прознали, что он как-то кого-то обманул. Какие-то деньги краденые, нечестные, черные какие-то деньги, понимаете. Вот об этом речь. Вот видите, узнаем с вами потихоньку. Хорошо, следующий вопрос. Были ли враги у Матеуша, которые желали ему смерти? Вот прямо смерти. Потихоньку мы с вами узнаем все. Были ли враги у Матеуша, которые желали ему смерти? Да. Да, однозначно. Враги мечи выходят, во-первых. Во-первых, желали смерти, желали физической расправы, как минимум. А какой-то король мечей, он был зол на него, ужасно. Что-то нужно поменять, говорит король мечей. Нужно как-то разбить ему сердце или убить в конце концов, да? Либо тут разбитое сердце у короля мечей. Разбитое сердце у короля мечей. Его воспоминания какие-то разбили в пух и прах. И сделал это Матеуш. Что-то Матеуш сделал какому-то королю мечей. И ушел на своя си, да? Тут как будто бы Зося, я так понимаю, его невеста, тут из-за женщины, да? Тут женщина, заключившая с кем-то договор, либо женщина, которая была раньше с королем мечей. Как будто бы из-за женщины, да, это? Женщина, которая когда-то заключила с кем-то договор, и из-за женщины король мечей хотел зла, хотел навредить физически. Это не значит, что он его убил еще пока. Мы еще не дошли до этого вопроса, да? И у него были какие-то хорошие воспоминания у этого короля мечей вот об этой женщине. Тут какая-то дружба такая крепкая была, да? Я не могу сказать, что он был влюблен в нее, а она так вот с ним по-легкому как бы дружила. Потом она ушла. Тут что-то вот из-за женщины. То ли Зося это была женщина вот этого короля мечей до Матеуша, да? И Матеуш увел Зося у какого-то мужчины, тут про женщину, тут про дружбу с женщиной, про то, как король мечей влюблен в нее, а она в него нет. Это разбило ему сердце, она ушла к Матеушу. Хорошие воспоминания у него от нее остались, не нужно что-то сделать с этим, нужно как-то решать. Король мечей Зоу, он хочет убивать, понимаете? Здесь вот что-то с женщиной связано. Тут даже как-то не про деньги, наверное, я бы сказала, да? Следующий вопрос. Теперь ближе к делу. Выезжал ли Матеуш Ковецкий 28 марта 2018 года из своей съемной квартиры в Ганновере, Германия, к своей невесте в Лип-Югуру? Выезжал ли он вообще? Он собирался выезжать? Выезжал ли Матеуш вообще из Ганновера 28 марта 2018 года в Лип-Югуру? Выезжал ли он? Как будто смятение какое-то было. Выезжать, не выезжать. Думают как будто, да? Две дороги, два пути. А если я так поступлю? А если я поеду? А если я не поеду? Как будто он думает, выезжал ли Матеуш Ковецкий 28 марта 2018 года из Ганновера в Лип-Югуру? Обманул. Поехал дальше. Поехал в другую сторону. Не поехал. Кому-то что-то нужно было отдать. Кому-то что-то нужно было передать. Что-то отдать нужно было. Кому-то в другой части. Абсолютно в другой город. Обманул всех, называется, да? Семерка мечей. Что-то забрал. Как деньги забрал. Теперь про деньги, понимаете? Женщина, деньги. Все смешалось. В доме Аблонский хочется сказать. Здесь я думал-думал, поехать или нет. Подумал, что в другую сторону. Тоже какая-то далеко как-то находится. Тоже не в Ганновере, а где-то далеко по карте звезда. Обманул всех, что-то забрал. Нужно было передать кому-то денежку. Какому-то Ерофанту нужно было деньги передать. За какое-то молчание. Как какая-то тайна. Кому-то что-то передает. Какую-то денежку. За что-то нужно было заплатить. Да, чтобы никому ничего не говорить только, да? Поехал в совершенно другую сторону. Хорошо. Он не выезжал к Зосе. Он не поехал в Непьюгуру. Он обманул всех. Не сказал ничего. Может быть, это так нужно было, да? Ну, то есть, чтобы никто ничего не знал. В итоге он во что-то влипал, в конце концов. Хорошо. Если он не выезжал в Непьюгуру... Ну, тут был вопрос, выезжал ли он вообще 28 марта 2018 года куда-нибудь из Ганновера. Давайте узнаем все-таки. Далеко-недалеко. Может, тоже в Ганновере, только на какое-то дальнее расстояние. Да, он поехал. Выезжал ли Матеуш Ковецкий вообще 28 марта 2018 года куда-либо из Ганновера. Королеве Кубков какой-то. Королеве Жезлов, Королеве Кубков. Королеве Жезлов, Королеве Кубков. Две женщины. Опять эти карты. Две женщины. Двум женщинам. Поехал. Чтобы что-то передать. Чтобы они это спрятали. Тут мама и сестра, что ли. Понимаете? Тут две женщины. Это мама и сестра. Король Кубков здесь еще. Королевы и Король Кубков. Муж и жена. Деньги какие-то передать. Это семья была? Куда он поехал? Кубков он поехал? Скажите мне карты. Он поехал в Кубков к маме и к сестре, чтобы передать какие-то деньги. И обманул всех, что он поехал на самом деле в Ганновер. Почему мама и сестра тогда ничего не сказали? Секунду, друзья. Он поехал в Кубков. Друзья, смотрите, какая ситуация. Нет. Он поехал не в Кубков. Он поехал какой-то женщине передать какие-то деньги. У него помимо Зоси, я так понимаю, была еще какая-то женщина, которая была замужем за императором, за тем самым, который желал ему зла, в законном браке. Поэтому он метался из одной семьи в другую семью. Он двойственен был. Тут флиртует с другой дамой, друзья. Тут опять карта качелей, карта обмана всех обманывает, карта страшного суда. Вот страшный суд его и настиг. Карта кармы. То, что не должно происходить. Понимаете, он поехал к этой женщине, чтобы отдать ей какие-то деньги, сбережения. Возможно, за какое-то молчание. Кто его знает вообще? Какому-то иерофанту. Иерофант – это тайна. Не обязательно мужчина это. Он поехал, чтобы тайна это была, чтобы тайна сохранилась. Возможно, женщина с него просила какие-то деньги, чтобы эта женщина ничего не рассказала Зося. У него была какая-то любовница. Я вижу другую женщину, и эта женщина несвободная. У этой женщины, у королевы кубков, есть король кубков. По королеве Жезлов, она была как-то агрессивно настроена в его сторону. И если ты не дашь мне денег, я не замолчу. Я не заткнусь, хочется сказать. Его вот это вот останавливало, то, что он к Зосе не поехал. Он в итоге поехал. Но это был не Худков. Это была какая-то другая сторона. Тоже далеко. Какой-то другой город, скажем так, да, или какое-то другое поселение это было. Он поехал к женщине замужней что-то ей отдавать за молчание. К Зосе он не поехал. Хотел, видимо, сделать так, что он поедет сначала туда, потом сделает круг и приедет к Зосе. Всех обманет, скажет, что там на дороге произошла авария, и потом приедет к своей женщине. Хорошо. Видимо, была какая-то связь, какая-то интрижка. Не врет ли отец Матеуша, что они, правда, созванивались 29 марта в 10 часов 30 минут? Не врет ли отец Матеуша Ковецкий, что действительно он с Матеушем созвонился 29 марта 2018 года в 10.30? Не врет ли он? Разговор был. Разговор был, а затем наступила смерть. После разговора наступила смерть. Быстро достаточно. Все в тайне осталось. Ну, понятно, да? Разговор какой-то был, скажем так, опять на каких-то тонах таких, да, холодных. Холодных. Пятерка Пентакли и Паша Мечей. То ли отец ему опять что-то какие-то нотации читал, да? Потом наступила смерть, которая оказалась нераскрытой. Его убили. Рыцар Мечей. Смерть его убили. Смерть по чьей-то вине наступила? По вине короля Кубков, которому он и поехал. Король Кубков и королева Кубков. Соответственно, он же и Рафан, он же и, простите, император, потому что он муж. Он же и король Кубков. Смерть наступила от него. Какой-то мужик его убил, извините. Мужчина какой-то его убил, да? Из-за любви. Опять король Кубков, любовь, любовная какая-то тематика. И про деньги там тоже. Специально ворованные какие-то деньги были припасенные для вот этой женщины, которая должна была скрыть тайну, что, возможно, они были с ним любовниками. Он не хотел, чтобы Зося расстроилась, я так понимаю, да? Он хотел остаться в семье. А эту женщину он не любил. Просто, возможно, с ней переспал. Но эта женщина им манипулировала, угрожала и, возможно, рассказала все своему мужу, который его и убил, простите. Хорошо. Понимаете, да, Шумвич? Если не понимаете, напишите мне в комментариях, а то я просто так тут на волне, на потоке общаюсь с картами. Хорошо. Отец Матеуша не врет. Как погиб Матеуш Ковецкий? Причина его смерти. Как погиб? Как погиб на самом деле Матеуш Ковецкий? Причина смерти Матеуша Ковецкий. Из-за своей глупости, из-за... Тут Паша Жезлов поражает молодого человека, который захотел порезвиться, погулять, Жезлов держит в руках, да? Это плавой орган, плавой член, хочется сказать, да? Здесь вот из-за своей глупости, как погиб. Почему-то мне карты рассказывают, как погиб, да? Причина смерти. Из-за этого мне причину смерти. Ну, от ножа погиб. Так, думал, что обойдется по-другому. От семейного человека. От семейного человека, в чью семью он влез. От ножа погиб, да? Тут меч, мечи везде, да? Тут именно вот головы не было, кстати говоря, у Матеуша. Тут может быть как-то... От короля кубков. Король кубков убил ножом, мечом. Тут какой-то острый предмет. Из-за того, что измена произошла. Король кубков не знал, произошла измена. Он этого короля кубков хорошо знал, как будто бы. Карта луна выражает предателя. В стае волков затесался предатель. Несколько собак затесалось. И король кубков доверял Матеушу. Он знал Матеушу хорошо, он доверял. Но это были розовые очки. И Матеуш как-то вот прицепился к его жене. Он его зарезал, да? Хочется сказать, зарезал у него. Какой-то авторитетный король кубков. При деньгах, при статусе. Жену не тронул свою, а его убил. Естественно, смерть, несчастный случай или убили. Спрашивать не будем. Здесь уже понятно. Кто убил, тоже понятно. Знакомый, к чьей жене он клеился. Извините, как еще сказать, да? Мотив убийства – это любовные взаимоотношения. Про деньги понятно, почему здесь деньги фигурировали. Это не из-за денег, убийство. Это он вез деньги этой женщине и его жене. Чтобы та молчала, но он наткнулся на мужа, да? Который был в это время дом, я так понимаю. Хорошо. Сколько человек его убивали? Он был один, этот мужчина? Сколько человек убивали? Матеуша Ковецки. Трое присутствовало. Ну, тут, видимо, жена, он и Матеуш, да, были? Жена этого короля Кубков, сам король Кубков и Матеуш. Тайна. Тайна между ними... Да, здесь три человека было. Тайна между ними тремя. Один человек убивал. И всего было трое в доме. Где-то в доме это произошло, да, я так понимаю. Где убили Матеуша? Давайте спросим. Где убили Матеуша Ковецки? Понятное дело, что это было не в Худкове. В Худков его, я так понимаю, потом привезли. Потому что это было где-то в другом месте. Он ехал не в Худков. Где убили Матеуша Ковецки? Ну, убили, это понятно. Тут нам показывают. Убили, перерождение, новая жизнь. Понятно, да, зарезали? Зарезали, как будто бы даже вот как-то как... Что-то могли отделить, да? Здесь не дом, здесь место какое-то открытое. Открытое пространство. Как природа, может быть, около дома. Может быть, двор около дома, да? То, где человек чувствует себя комфортно. Человек чувствует себя на своей стороне. Возможно, это двор его, да? Женщина у него была. Я говорю, женщина у него была. Вот это жена, императрица, жена этого мага, жена этого императора, этого короля кубков. Это все он же. Там, где они чувствовали себя комфортно, ну, двор как звездное небо, да? Перепалка была. Дрались. Физически был какой-то контакт. Но Матеуша одолели. Да. Как голова тут по голове. Возможно, голову он как раз ему и отделил, да, от тела. Потому что там голова отделенная была от тела. Он был повешен за шею, а голова была отделена от тела. Полицейские сказали, что голова была отделена от тела в связи с гнилостными изменениями, да? Потому что тело начало разлагаться. Хорошо. Понятно. Это было где-то вот во дворе. Двор около дома этого короля кубков. Почему Матеуш оказался повешенным в сарае своей матери? Почему Матеуш Ковецкий оказался повешенным в сарае своей матери? Почему Матеуш Ковецкий оказался вдруг повешенным в сарае своей матери, если его убили вообще в другом месте? почему Матеуш Ковецкий оказался повешенным в сарай своей матери. Какой-то острый момент. Нужно было переключаться, нужно было перевести. Острый момент. Острый момент, чтобы никто не увидел. Нужно было его прятать. Спрятать нужно было, чтобы не нашли там, где был убит. Острый момент какой-то. Да, нужно было спрятать тело по девятке кубков. Давно лежал уже. Давно лежал уже, что-то начало отделяться от чего-то. Что-то неправильное было в теле. Изменения какие-то уже начались в теле. И какой-то острый момент, чтобы кто-то не нашел. Да, чтобы кто-то не нашел, нужно было спрятать тело. И почему-то решили привезти именно в худках, да, именно к его дому. Чтобы все оказалось очень запутанным. Карта двойка Пентакли. Чтобы люди не могли понять, что к чему. Запутанное дело. Для того, чтобы запутать людей, привезли в худках. И повесили, собственно говоря, да, в сарае. Как долго Матеуш висел в сарае своей матери? Потому что сосед мамы Матеуша, Анны, подошел к ней и сказал, что он замечает неприятный запах, исходящий из ее сарая, уже какое-то определенное время. Уже с неделю. Так сколько там висел Матеуш, если сарай полностью просматривался, и они могли увидеть там то, что человек висит? Как они не увидели то, что человек там висит? Потому что крыша сарая, она как бы, ну, посмотрите, если материалы дела, посмотрите, если видео, там открытая крыша, и там можно увидеть, что на балке висит петля, и там висит человек. Как долго Матеуш там висел, если сосед говорил о том, что он чувствует этот гнилостный запах уже неделю? Как долго в сарае висел Матеуш? Как долго Матеуш Ковецкий висел в сарае своей матери в Куткове? Как долго он там висел? Как поиздеваться решили, да? Привезли вот так вот на показ, как решили выставить его, да? Как долго висел? Хорошо, это понятно. Как долго висел Матеуш Ковецкий? Ну, слушайте, недельку висел. А как не заметили-то они его? Он достаточно долго висел по Пентаклим. Как поиздеваться решили, повесили его туда. Но по Пентаклим он дней 5 висел там точно, конечно, да, по Луне. То, что скрыто, и никто не заметил его. Как так вообще возможно? Как такое возможно? Как можно не заметить то, что у тебя в сарае висит человек? По Иерафанту тайно, никто не заметил его. Как вообще? Две карты тайны. По Пентаклим дней 5-7 точно висел. Это достаточно длительный срок, долгая карта. Хорошо. Когда конкретно погиб Матеуш Ковецкий? Понятно, что 29 марта они с отцом разговаривали. Он погиб с 29 по 31 марта или позднее, потому что обнаружили его труп только 12 сентября 2018 года. Где же он тогда находился? Когда погиб Матеуш Ковецкий? Когда погиб? С 29 по 31 марта. Почему по 31? Потому что с его сотового телефона был совершен звонок 31 марта. Единственный звонок его дяде. Как будто бы нечаянно набрали и отклонили. Поэтому я задаю вопрос. С 29 по 31 марта Матеуша убили или его убили позднее? С 29 по 31 марта. Так как я задала несколько чисел, здесь вот скорее вот 29, 30, допустим, где-то 30 его убили. 30 числа. 29 он еще разговаривал с отцом, где-то 30 числа это было. Он находился там какое-то определенное время, да? У этих людей где-то 30 числа, может, под вечер его убили. Из-за чего-то неправильного. Карта любовников, да, опять. Из-за женщины. Если его убили 30, 30, 31 марта, то где находилось тело? Оно же подвергается днилостным изменениям, действительно, да? Он уже тлеет. Где находилось тело тогда Матеуша? Где находилось тело Матеуша Ковецки? В период с 30 марта по 12 сентября. Ну, не по 12 сентября, там плюс-минус, он висел, если там 5-7 дней в сарае. Плюс-минус, давайте, с 30 марта до тех пор, пока его не повесили в сарае в Куткове. Где находилось тело Матеуша? Где-то на заднем дворе, да? Двор. Двор какого-то дома, богатого дома, какой-то как замок, знаете. Где живет королева кубков? Где-то они его спрятали, там, где вот эта его любовница была, да? Королева кубков, любовница. Спрятали. Семерка. Обман. Спрятать что-то. Взять и спрятать. Забрать и спрятать. Забрать жизнь и спрятать тело. Чтобы никто не нашел. Тело начало тлеть, решили от него избавиться. Качели повесим, да? Почему-то две петли. И тут две петли, да? Показывайте две петли там. Почему две петли? Сейчас мы зададим вопрос. Как на заднем дворе, где-то они его, куда-то они его положили. Как будто оно там какое-то время хранилось, а потом начало тлеть. Куда уж они его там положили? Может, морозильник у них там какой-то был? Ну, какое-то место было, да? Где тело не сразу начало разлагаться. Здесь вот об этом речь. Как будто как немножечко даже холодно было, какая-то прохлада была, да? То есть он не сразу начал разлагаться, как будто бы, я уж не знаю, где они там его держали, но на заднем дворе, не дома, да? Но там, где живет королева кубков. Я понятия не имею, если честно, что это такое. Напишите мне в комментариях, если понимаете, о чем речь, да? Где они могли его держать. Вот тут такое ощущение, как вот пока тело не начало тлеть, они его держали. Потом они задумались о том, что нужно его увозить, уносить. Хорошо, следующий вопрос. Почему все-таки было две петли? На одной петле висел сам Матеуш в сарае, а на второй петле никто не висел, но она была сооружена. Для чего? Для чего рядом с телом Матеуша Корецки было две петли? Для чего это было сделано? Запутать. Карта путаницы. Запутать следствие, скажем так, да? Чтобы не обнаружили, не заподозрили. Что-то вот здесь какая-то путаница должна была произойти в следствии. Какая путаница? Для чего две петли? Запутать. Обманка. Две карты обмана. Запутать людей, которые будут этим заниматься, чтобы прошло достаточно много времени. Что-то с головой его сделали, с Матеуша головой, да? Действительно. Запутать, поводить за веревочки, сманипулировать вот этим самым. То есть вторая петля была сделана намеренно не для кого-то, а просто для того, чтобы запутать, для того, чтобы было отдалено расследование, скажем так, да? Для того, чтобы расследование никуда не вылилось. Расследование и так никуда не вылилось, потому что они не хотели ничего расследовать. Полицейские. Они, собственно говоря, не особо там, да? Почевряжились. Следующий вопрос. Почему полиция не проверила должным образом все материалы, приобщенные к делу Матеуша Ковецки? Пакетик из-под апельсинового сока. Апельсиновый сок, который он никогда не пил в жизни, да? Там была бутылка, пустая бутылка из-под минеральной воды, где были окурки, а Матеуш не курил. Почему вот все вот эти материалы, приобщенные к делу, они почему-то не рассмотрели? Отпечатки пальцев и так далее и тому подобное, что обычно рассматривает полиция. Почему полиция никак не занялась вопросом Матеуша Ковецки? Рукоприставленные. Рукоприставленные должны были уйти и ничего не делать. Был какой-то разговор. Им сказали. Им сказали сверху. Рукоприставленные. Не дай бог. Не дай бог раскроете, да? Ничего раскрывать не нужно. Заплатили. Заплатили за молчание. Заплатили за молчание. Заплатили за нераскрытие. Поговорили с ними. Они ушли спокойно, да? И не стали раскрывать это дело. Почему? Потому что по отпечаткам пальцев карта Туз Куков было бы все понятно, да? Рукоприставленные. Полиция, которая работает на кого-то сверху. Кто сказал им молчать. И ничего не делать. Ничего в этом деле не предпринимать. Никак не шевелиться. Был разговор за деньги. Они никак и не пошевелились. Рукоприставленные люди сверху им сказали. Они, собственно говоря, и сделали, да? То, что им сказали. Люди сами себе не принадлежат. Как они могут расследовать это дело? Были ли вообще свидетели? Последний вопрос, друзья. Были ли вообще свидетели того, что Матеуша привезли в Худков и повесили в сарае? Были ли свидетели? Худков – это маленькое поселение. Там все друг друга знают. Все все видят, как в обычной маленькой деревне, да? Были ли свидетели расправы над Матеушем Ковецкой? Либо были свидетели, которые видели то, что Матеуша привезли в Худков? Много было. Все опять про деньги. Все опять в деньги упирается. С договоренностью заплатили. По нечестной справедливости. Были свидетели, но никто никому ничего не сказал. Да, друзья. Интересная, конечно, история. Пишите вопросы по Матеушу Ковецке. Я, конечно, понимаю, что это не знаменитость, но всегда интересно раскрывать дела, особенно преступные дела, обычных людей, которые ни на что не вылились, когда происходит произвол полиции и так далее и тому подобное. Друзья, пишите, пожалуйста, комментарии. Пишите в комментариях, какие бы расклады вы хотели видеть на моем канале. Друзья, я вас очень люблю. И до новых встреч. Продолжение следует...